МОЛОЧНЫЙ ГОРОД МОЛОЧНЫЙ ГОРОД Утром в воздухе небольшой плюс. Для капусты в самый раз. Как раз это прохладно, капуста хорошо приживется. И тем более первые дни дождь прошел, она нам полила, та уже, считай, приросла капуста. Высаживать капусту в хозяйстве Мальковской начали 10 мая. Этот сурт ранний. Через 40 дней на месте небольшого кустика будет качан весом до 2 килограммов. Вот и картофель. Чтобы получить урожай в июле, в первых числах мая аграрии вышли на посадку. 8 месяцев после уборки семена картофеля никто не трогал. И вот снова конвейер, 25 метров сортировочной линии, загрузка и в поле. Технология на сельхозпредприятии отличается от дачной. Мы в последние только дни прогреваем картофель. Буквально 2-3 дня до посадки. Нам в сажалке по технологии нельзя. Ростки будут обламываться, это будет уже снижение уроженности. Механизатор Андрей Сташкин в хозяйстве мегапрофессионал. Ему доверяют посадку элитных семян. Говорит, как только почва прогреется до 8 градусов в поле, лишь бы проходимое было. Земля нынче маленько сыровата. Погода. И это влияет потом на уборку. То, что комки, вот эта сырость вся. А на соседнем участке гоняет культиватор. Готовит землю к новой партии семян. Перед тем, как начнется посадка, на землю заходит культиватор. Он максимально измельчает почву. И оставлять ее вот так надолго нельзя. Через 30 минут сюда зайдет техника и начнется посадка картофеля. А вот с морковью в Мальковском уже закончили. Останется только свекла. А она любит тепло. 2,5 тонны готовой продукции в час сможет выпускать новый завод агрофирмы Крим. Его начали возводить в Упоровском районе. Планируют выпускать три вида продукции. Охлажденный картофель, бланшированный и пастеризованный в вакуумной упаковке. Для региона такое производство первое. Тем временем, пять сельхозпредприятий Заводоуковского городского округа планируют наладить сотрудничество с аграрным университетом. С этой новости начнем сельские хроники. Такой тесный контакт дает возможность студентам проходить производственную практику, а работодателю присматривать будущие кадры. По такому принципу уже 15 лет работает агрофирма «Согласие». Сейчас там трудится около 140 специалистов, принятых на предприятие по такой системе. Мы берем студентов, летом, особенно где-то начинается мая, июнь, июль, август, сентябрь. Время отпусков подменяют наших специалистов. Соответственно, они смотрят, что за работа, устраивают их, не устраивают. Ну и определенная часть, я уже не буду говорить в цифрах, обратно к нам возвращается. Завершился очередной сезон школы фермера. В Тюменском районе состоялось последнее занятие. В этом учебном году новые знания получили 360 владельцев личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств пяти районов области. Курс состоял из четырех модулей. Основу предпринимательского дела, создание молочной фермы с нуля, молочное и мясное скотоводство. Участники, успешно сдавшие экзамены, могут получить льготный заим под 3% годовых. Программа обучения гибкая, зависит от запросов учеников. Попробовали несколько иную отрасль. Допустим, начали рассказывать людям про кролиководство. Про пчеловодство, про птицеводство. Это просто топовые вещи. 25 рабочих мест будет создано на комбикормовом заводе в Ингалинском поселении. Уже установлено оборудование. Пока там выполняют заказы местных жителей. В перспективе выпуск сбалансированных кормов для различных сельскохозяйственных животных. У нас много заводов, производящих комбикорм. Но заводы для производства комбикормов, они в основном заняты именно крупнотоварным производством. Это сегодня есть большие птицы, фабрики. Сегодня есть большое производство молока. Это мегакомплексы. Это, соответственно, у нас и свинокомплексы. Они же обеспечены именно большим производством. А мелкое производство, оно сегодня как бы немножко осталось в стороне. Молочный город продолжают строить в Галышмановском районе. Сейчас все силы брошены на возведение второй очереди сельхозпредприятия группы компаний Домоте. Вмещать, это самая вторая очередь, будет 4600 голов. Ну, а на первой уже живут и дают молоко высокоудойные галштинки. Еще год назад о масштабах проекта можно было судить лишь по макету. Сегодня в эксплуатацию уже введена первая очередь мегафермы. Дайльный зал типа «Карусель» пока единственный в Галышмановском районе. С нее молоко в потоке охлаждается до 3-4 градусов Цельсия и сливается в танки-охладители. Танки-охладители у нас 4 штуки. То есть по 5200 и самый большой на 19 тонн. Сдаем высшим сортом все. Молоко жирностью 4,7. Сегодня в сутки надой на корову превышает 26,5 килограммов. Постоянную прописку на тюменских молочных фермах уже получили 3317 галштинофризок. Все животные завезены у нас с трех европейских стран. Это Германия, это Дания, это Нидерланды. И семья быков мы подбирали соответственно. У нас как здесь используется система кроссбридинга, то это смешивание пород для улучшения показателей здоровья. Предприятие постепенно наращивает объемы производства молока. В ближайшее время ожидается поставка новой партии скота. А летом запуск второй очереди молочно-товарного комплекса. Это здание для животных старших возрастов. Это коровник номер 3, коровник 2, коровник 1. И большое здание под 72-ю карусель ДМБ-1, где будет доиться основное стадо. И мы это планируем отдать в эксплуатацию в июле месяце. Масштабы впечатляют. Длина только одного помещения почти 300 метров. Все вместе, да в одну линию, они растянулись бы на полтора километра. Весь комплекс способен вместить свыше 10 тысяч животных. Грандиозные стоки большой молочной реки. Областные депутаты, члены аграрного комитета побывали в профильном ВУЗе. Обеспечение специалистами сельхозпредприятий. Тема по-прежнему актуальная. Сейчас выпускников заметно больше, чем вакансий. При этом на сельхозпредприятиях все тот же кадровый голод. Да потому что современному агропрому нужны узкие специалисты. Агрономы, зоотехники и ветеринары по-прежнему в топе самых востребованных специалистов на сельхозпредприятиях региона. Каждый год они готовы принять как минимум 500 человек. Причем не только выпускников высших учебных заведений. Новым производством зачастую не хватает даже рабочих кадров. Основная задача, конечно же, подготовить за время строительства тех или иных проектов молодой, амбициозный коллектив. Для того, чтобы уже своими силами справляться с поставленными задачами. Кристина Тупарева сейчас пишет диплом, а после будет заниматься рекультивацией истощенных сельхозземель. Девушка молодой специалист нового формата. Практики в ее обучении было значительно больше, чем у других. Это зависит от предмета. Во-первых, в первую очередь, допустим, агрохимии примерно, мне кажется, 50 на 50, а возможно, даже больше практики, чем теории. Производственную и учебную практику проходят на 36 предприятиях региона. Причем не только студенты, но и преподаватели вуза. Преподаватель, придя в аудиторию к студентам, должен сам понимать то, о чем он говорит. Вот уже из 35-21 молодой преподаватель, пока мы сделали акцент на молодых преподавателей. При этом мало специалиста привлечь в село, нужно его еще и закрепить. Один из способов, по мнению депутатов, это бесплатное предоставление земельных участков. Земля для тех, кто живет или работает в селе, она двух направлений. Первая для сельхозпроизводства, вторая для комфортного пожелания для строительства. И чтобы условия жизни были приближены к городским, дороги, газ, вода в доме, конечно, необходима финансовая поддержка. Подъемные и субсидии на строительство жилья выдают. Только в прошлом году область потратила на эти цели свыше 220 миллионов рублей. Комедия органов внутренних дел. Так называется новая постановка Бердюрского любительского театра. Сразу надо сказать, что к полиции она не имеет никакого отношения. Там совсем другая история. Вот что-то среднее между вот этим кайфом и вообще никак. Ну, не надо так сильно вас говорить. Для режиссеров в постановке важна каждая деталь. Движения, жесты и прежде всего эмоции актеров. Комедия внутренних органов. Переносит зрителя в 1943 год. Это история парня, которому предстоит пройти через голод и холод военного времени. Для актера Сергея Алексеева этот спектакль – актерский дебют. В обычной жизни он педагог местной школы. Работал и ведущим, но драматический образ на себя примеряет впервые. Профессия учитель, профессия актера – это вообще одно и то же. Мы каждый день выходим, перед нами, наверное, зрительский зал тот же, только мы… Да у нас каждый, наверное, урок по-своему. Это та же пьеса, которую мы ставим, которую сами режиссируем и в которой мы исполняем главную роль. Помогают нам в этом ученики. Простая, на первый взгляд, история взаимоотношений показана через призму авторского вымысла. Внутренний орган человека. Здесь – действующие лица. Говорящие, разумеется. Зрителю просто понять, о чем думает, переживает герой, даже когда молчит. Они разговаривают, спорят, ругаются, они мирятся. Они так же, как люди, у них какие-то свои отношения. Но все равно мы понимаем, что они живут ради одного, ради своего главного, хозяина, ради своего человека. В спектакле любительского театра премьера заняты педагоги, медики, работники культуры и молодежь. Режиссер спектакля Анастасия Журавлева держит связь с автором пьесы Игорем Муренко. Он признался, что хотел бы увидеть, как заиграет его произведение в исполнении бердюжских актеров. Сегодня продолжим историю про роботов на селе. Самыми востребованными и интересными из них являются автономные аппараты. Они могут работать и принимать решения самостоятельно. Итак, про спера. Этот робот умеет сажать семена. Пока существуют прототипы, которые могут быть полезными лишь в поле. В дальнейшем модель усовершенствуют. Чтобы машина могла пропалывать грядки, вносить удобрения и собирать урожай. Аквариус. Передвижная лейка. Этот робот способен перевозить 114 литров воды и поливать тепличные растения. Он работает в двух режимах. В первом аграрий сам устанавливает нужную дозу для полива. Во втором роботу полная свобода действий. Витти Ровер. Робот-борец с сорняками в виноградниках. Благодаря датчикам и GPS-трекеру. Маленький французский аппарат сам распознает вредные растения. ОС. Робот, который умеет следовать за фермером. Он пропалывает грядки и убирает сорняки. А еще перевозит некоторые тяжести. Ну и, наконец, робот-кукурузник. Следит за состоянием посевов. Анализирует содержание азота в почве. Если что, то он рассчитает нужную дозу и удобрит землю. Ну а здесь, пожалуй, поставим точку. Этот и другие выпуски программы «Сельская среда». Вы сможете посмотреть на сайте телеканала «Тюменское время», на ютубе, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. О новых событиях в агропромышленном комплексе Юго-Тюменской области расскажу ровно через неделю. А пока удачи и до встречи.